После победы восстания коммуна взяла управление Парижем в свои руки. По ее требованию было распущено законодательное собрание. Затем были проведены выборы в конвент, новое учредительное собрание. На этот раз в выборах принимали участие все мужчины, независимо от их материального положения. Для борьбы с роялистами, многие из которых находились в парижских тюрьмах, коммуна наделила своих депутатов правом вершить над ними самосуд прямо в камере. Это событие получило название «Сентябрьские убийства». 21 сентября начал работу национальный конвент. На втором заседании депутаты объявили Францию республикой. В ознаменовании нового этапа жизни страны конвент учредил новый революционный календарь. 22 сентября 1792 года стало первым днем республики и первым днем нового года. Основная борьба в конвенте развернулась между жерандистами и монтаньярами. И те, и другие были убежденными сторонниками республики. Партию жерандистов составляли образованные буржуа. Они не хотели решать политические вопросы с помощью вооруженных толп и не любили митингов и народных собраний. Их целью был конституционный путь развития страны. Противники жерандистов придерживались другого мнения. Слово «монтаньяры» было образовано от французского слова «монтань» — «гора», так как на заседаниях конвента члены этого течения рассаживались на самых верхних рядах. Монтаньяры считали, что рано вкладывать меч в ножны и делали ставку на санкюлотов. Монтаньяры знали нужды народных низов, сочувствовали им и умели находить с ними общий язык. Бедняки считали их защитниками простого народа. В 1792 году жерандисты вышли из якобинского клуба, а название якобинцев закрепилось за монтаньярами. Коммуна хотела публично низвергнуть символы побежденной монархии. Ее члены требовали суда над Людовиком XVI как над предателем и контрреволюционером. Желание коммуны разделяли якобинцы-монтаньяры. Они выступили в конвенте с предложением решить судьбу короля. Якобинцы считали, что вина бывшего монарха уже признана французским народом и остается только определить меру наказания. Жерандисты настаивали на невиновности короля согласно Конституции 1791 года. Определяющим оказалось мнение болота, проголосовавшего за судебный процесс над королем. 21 января 1793 года Людовик XVI был признан виновным и казнен. Казнь короля, которой добивались якобинцы-монтаньяры, укрепила их авторитет в глазах народных низов и коммуны. Якобинцы настаивали на удовлетворении требований санкюлотов в конвенте. Весной 1793 года эта партия образовала с коммуной политический союз, действующий от имени революционно настроенной бедноты. В это время произошел новый виток инфляции. Городская беднота требовала принятия закона о максимуме цен. Во главе этого движения стояли Жак Ру и Жан Варле, которых называли бешеными. При поддержке коммуны и якобинцев им удалось осуществить свои требования. Конвент принял закон о максимуме цен на хлеб. Однако положение республики было непрочным. На внешних фронтах против французской армии выступили войска многих европейских государств. Внутри Франции вспыхивали контрреволюционные восстания и мятежи. Самым кровопролитным и жестоким был роялистский мятеж в марте 1793 года в северо-западных департаментах Франции. Он начался в Вандее и Британии. Сторонников монархии поддержали местные крестьяне, которые привыкли к патриархальному жизненному укладу. Борьба между повстанцами и революционерами, пытающимися подавить мятеж, продолжалась несколько лет. В обстановке, когда стране угрожали голод, внешние и внутренние войны, на первый план выдвинулись якобинцы-монтаньяры. Тысячи сторонников революции смотрели на них, как на защитников республики. Чтобы поддержать якобинцев, коммуна потребовала выхода из конвента главных их соперников, лидеров жерандистов. Ответом на отказ депутатов подчиниться требованию коммуны стало восстание 31 мая 2 июня 1793 года. Жерандисты были лишены мандатов, а многих из них арестовали. Некоторые члены, изгнанные из конвента партии, бежали в провинцию, где возглавили мятежи против новой власти, действующие методом насилия. Три четверти страны была охвачена антиякобинскими волнениями. 13 июля 1793 года в Париже роялисткой Шарлоттой Карде был убит один из лидеров якобинцев, которого называли другом народа, Марат. Якобинцы старались быстро провести через конвент законы в интересах народных низов. Были безвозмездно отменены все крестьянские повинности, а общинные земли разрешалось разделить между крестьянами. 24 июня 1793 года конвент принял новую конституцию. Франция была провозглашена демократической республикой. Ее граждане могли пользоваться самыми широкими правами и свободами. И законодательная, и исполнительная власть по этому документу должна была принадлежать однопалатному собранию. Конвент планировал провести референдум, на котором была бы утверждена новая конституция. Однако из-за массовых мятежей провести его не удалось. Затем конвентом были приняты закон о всеобщем максимуме цен на товары первой необходимости и закон о подозрительных. Теперь все граждане, подозреваемые в желании нанести вред революционной Франции, подлежали аресту и тюремному заключению без суда и следствия. Особый закон карал смертью скупщиков. Однако все эти меры не улучшили положение страны. В республике царил голод, не хватало топлива. Даже среди санкюлотов все чаще стали звучать призывы свергнуть власть якобинцев. Чтобы удержать власть, 10 октября 1793 года якобинцы приняли закон о временном революционном порядке управления страной. Утверждение конституции откладывалось до заключения мира. Вся власть переходила к комитетам конвента, каждый из которых отвечал за определенную сферу жизни страны. Особенно широкими полномочиями были наделены комиссары Комитета общественного спасения и Комитета общей безопасности. Среди них были Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон. Борьбу с врагами революции комиссары этих комитетов вели с помощью революционного трибунала, созданного еще весной 1793 года. Процедура суда и следствия была фактически упразднена. Первыми на гильотину были отправлены жирандисты и бывшая королева Франции Мария Антуанетта. Все эти преобразования означали переход к диктатуре якобинцев, которую они осуществляли с помощью террора. Чтобы изменить положение на фронтах, новое правительство страны приняло декрет о массовом наборе в армию. Затем были объединены формирования добровольцев и регулярные войска. В результате была образована новая французская армия численностью около 1 миллиона человек. Во главе республиканских войск стояли талантливые командиры, происходившие из солдат, унтер-офицеров и национальных гвардейцев. Новая армия одерживала победы. С ее помощью были подавлены мятежи роялистов и жирандистов, а также изгнаны иностранные интервенты. Якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Большинство якобинцев было искренне уверено в справедливости избранных ими методов управления государством. Они усиливали террор, отправляя в тюрьму и на казнь сотни жертв. Жители страны, особенно парижане, устали от арестов, казней, голода, инфляции и невозможности свободно торговать. Такие же настроения царили и в конвенте. Депутаты Болота были измучены постоянным страхом стать жертвами террора. Вопреки обыкновению, они перестали поддерживать правящую партию. Даже члены якобинской партии Жорж Д'Антон и Камиль де Мулен выступили с критикой политики Робеспьера и его сторонников. Результатом этого поступка был смертный приговор, вынесенный Робеспьером своим бывшим соратникам. Ответной реакцией конвента стал заговор против Робеспьера. 27 июля 1794 года коалиция депутатов Болота и некоторых якобинцев арестовала вождей террора Робеспьера, Сен-Джуста и Кутона. На следующий день они были казнены. Переворот был совершен по революционному календарю 9-го термидора 2-го года, поэтому его участники стали называться термидорианцами.